Владивосток на шаг приблизился к решению одной из двух извечных проблем России. Плохие дороги приинспектировали специалисты Общероссийского народного фронта в сопровождении журналистов и чиновников. Съемочную группу 8-го в числе других СМИ пригласили прогуляться вместе с инспекцией ОНФ по проблемным участкам проезжей части Приморской столицы. Первой точкой стал перекресток на Олиутской, тот самый, что перед остановкой Семеновская. Здесь сотрудники инспекции делали замеры, осматривали ямы, а представитель ОНФ рассказал о проекте в целом. Существует проект карты убитых дорог, который существует уже более двух лет. За это время жители на этот проект добавляют те участки, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь. И вот за два года собрано уже более 46 тысяч проблемных участков. Это те участки, которые нужно ремонтировать прямо сейчас, по мнению граждан. На сегодняшний день из почти 50 тысяч дорог отремонтировали 7 тысяч. На 5 тысячах из них сделан ямочный ремонт. Что касается Владивостока, на карту убитых дорог в Приморской столице добавили 400, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте. Отметим, что общая протяженность городских дорог 700 километров, а с асфальтобетонным покрытием около 500. То есть, отметив 400 дорог, Владивосток соперечислили, если не все, то половину точно. Впрочем, в голосовании на сайте ОНФ приняло участие не слишком много горожан, всего 14 тысяч. Если говорить о положительных результатах, то 77 дорог из вот этих 400 участков, они уже отремонтированы. По остальным, пока результатов особых нет. Мы в городе находимся уже не первый день и заметили то, что основные проблемы – это, если в других городах отмечают целиком большие участки дорог, то здесь это больше локальные проблемы, которые сосредоточены в том числе и на центральных улицах. Эксперты, разделившись на несколько групп, за день посетили шесть горячих дорожных точек. На одной из них, на пересечении улиц Тунгусской и Шилкинской, встретился стандартный для города случай. Пешеходный переход, судя по знаком, есть, но разметка об этом вовсе не сообщает, да ее вообще нет. Сопровождающий общественников чиновник даже растерялся после заданных ему инспекций вопросов. Вы не отвечаете за этот пешеходный переход? Именно за организацию дорожного движения я не отвечаю. А за установку, что здесь есть пешеходный переход? Можно? Уже мы на камеру много наговорили. Всего за 2019 год дорожная инспекция ОНФ планирует посетить 54 региона. Кроме того, по словам организаторов проекта, по результатам проверки будут направлены соответствующие запросы в муниципальные ведомства. Евгений Черемухин, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...